итак пытаемся сохранить семью что нужно какие шаги сначала нужно понять почему мы должны быть вместе что значит человек это моя судьба вот я об этом сейчас говорил ну то есть мы вот с женщиной диалог начали вести незримый что почему мы нам понять надо вместе что мы вместе вроде бы почти чужие что-то вместе начали поняться чем жить но оказывается моя судьба вот надо сначала это понять то когда принимаешь все хотя бы теоретически это моя судьба богу очень нравится он думает ну разумный человек супер отлично уже как бы он как бы говорит ну почти что расписались ну то есть моя судьба все моя судьба штамп еще не поставлен паспорте но этот человек моя судьба это значит что уже бог ты с богом уже на согласование этот вопрос уже я как бы врубился все я врубилась это моя судьба я поняла что ты нас держишь вместе все я соглашаюсь с тобой бог ты нас соединил а нет вот там дальше женщина за вами да у вас все хорошо него может бог с вами еще заодно ведет еще с кем поднимите руку с кем еще бог нет злимый диалог ведет я только инструмент просто дай бог чтобы господь дал мне возможность ему служить и так вот смотрите если я это понял то дальше все по-другому будет вот я я хочу жить с этим человеком все я решил трудно тяжело неприятно нет гарантий но я решил очень сильная позиция ты потому что решение это это кому направлено к богу а не к человеку понимаете вот он соединил меня я решил все ранки никаких нет ни у кого ну что погибнуть даже человек может любым ничего не знаем что там дальше будет но я решил очень сильная позиция это решение несет удачу даже если вы такое решение приняли вы уже начинает чувствовать где опасность у близкого человека опасность вашей семейной жизни совместной как предостеречь семью от раз измен там и так далее решение такое приняли все удача на вашей стороне началось правильное движение в нужную сторону дальше следующий шаг это правило следует правилам развития любви что то какие есть этапы развития любви надо четко знать первый этап я принимаю человека таким какой он есть вот он такой у него есть такие недостатки у него было такое прошлое у него есть там какие-то шлейфы там виде детей прошлых отношений я принимаю все вот человека какой есть все все принимают в нем если вы мне сейчас скажет а у меня ли геннаджи такой хороший человек он вообще никаких шлейфов он идеальный вообще суперный просто поднимите руку то так что будьте крайне осторожны крайне осторожны потому что вы человека в этом случае с богом путайте это еще хуже будьте крайне осторожны очень опасная ситуация потому что можно потерять еще больше шансов даже чем если ты в нем недостатки видишь если ты его идеализируешь думаешь что нет недостатка еще хуже даже вот нужно в этом случае не то что искать недостатки а просто больше молиться думать о боге чтобы человек богом не стал твоей жизни что-то его не обожествляла нужно молиться богу учиться и как бы понять что всякое бывает понять что такое может быть всякое может быть и просто доверять что всякое может быть и спокойно жить не слепнуть в отношении не слепнуть не стать становиться слепой к в отношении какие правила развития любви первая стадия приняла один человек пришел мой знакомый пришел к наставнику вот я это принял жене уже и это и вообще вот это вообще как бы я не хотел вообще такого чтоб у женщины было моей я никогда не поверил бы что я бы с такой вообще мог жить принял живу теперь вот даже несмотря на это больше того я принял то что я от нее то что хотел в жизни ничего не получил вообще то чтобы не надо ничего нет от нее бесполезное в этом плане принял я вам рассказываю реальную историю и потом дальше он говорит наставник может мне отречься вообще человек как говорит на станка может мне отречься потому что мне уже и ничего не надо я все принял как бы все ну что значит значит мне спокойно с ней стало потому что мне ничего не раздражает но и надежд никаких тоже нет вот я принял все может мне дальше монастырь и монаста вне говорит зачем тебе монастырь самая настоящая счастливая семейная жизнь только начинается ты прошел первую стать иди назад жене все будет хорошо и с этого момента он начал замечать что все лучше отношения лучше потому что когда он принял он начал замечать в ней вот эту божественную часть которая идет от женщин каждой женщины есть и божественная сила через каждую женщина действует потому что так действует бог он соединил людей чтобы это божественное тоже показывать И он начал видеть в ней чистоту, хорошее что-то видеть начал. И постепенно началось вот это вот чувство, вот это чистое, светлое чувство усиливаться. Начало в отношении, которое называется любовью уже настоящей. То есть вторая стадия — это уважение. Начинаешь человека уважать, ты увидел в нём что-то хорошее уже. Не только вот то, что тебя мучает, а уже как что-то такое в нём хорошее. Увидел. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемирятся, случайные недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Главное божественно, это главное. Ты увидел уже в человеке. И третья стадия — это верность. Сила такая. «Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила». Ну то есть песня такая, мы знаем. Ну то есть это верить в тебя не означает, что я в Бога как бы перестал верить. Это означает, что есть такая сила в отношениях между сердцами, идёт такая сила, которая даёт очень сильную поддержку в жизни, такую уверенность, что всё будет хорошо. Ты чувствуешь, что не зря ты с этим человеком, не хочу бросать. На этой стадии только никогда не брошу и не хочу, и не буду. Потому что верю в тебя. То есть чувствую, что у нас семья наша очень важна, что мы вот с тобой вместе сдали экзамены, как бы все жизни и так далее. Вот с этого момента начинаются уже, уже экзамены все сданы, и начинается настоящая жизнь, семейная жизнь, семейные отношения. Но до этого момента надо дойти. Если ты не дошёл, доходи. Всё, этот путь обязательно приведёт тебя к этому результату. То есть, чтобы избежать развода, надо правилам этим следить. Первое правило, мой человек, всё. Я не знаю точно сам, но просто так надо. Я так решил, потому что так надо. Так старшие говорят. Всё, мой человек. Ес. Дальше следующее. Начинаю. Раз мой, значит, если я в своём доме живу, значит, делаем капитальный ремонт. На съёмной квартире капитальный ремонт не делаем, что в чужую квартиру деньги тратить? Моя квартира, мой дом. Делаем что? Капитальный ремонт. Всё, начинаем серьёзно как бы вкладываться в отношения. Начинаю служить, заботиться, прощать, терпеть. Всё, стараюсь. И он чувствует, что капитальный ремонт идёт в отношении. Он тоже начинает понимать, что всё не просто так. Уже начинает пересматривать. У него картинка меняется в отношениях. Следующая стадия. Всё, приняла человек. Пошли, расписались. Обычно в стадии принятия уже люди расписывают. Ну, спокойно, домой иду, скандала нет. Чувствую, дома отдыхаю, не ругаюсь. Значит, принято всё. Дома не ругаюсь, можно расписаться. Ну, хоть, по крайней мере, ругаться. Дома отдыхать хотя бы буду. И то хорошо уже. Жизнь уже полегче. Следующий очень важный момент, который человек для того, чтобы сохранить семью, он должен сделать одно важное решение в своей жизни. Что секс с человеком, которым ты живёшь, стоит ниже человека. Ну, то есть секс с ним не обязательно. Вот не обязательно, что у нас не будет получаться этого или счастья от половых отношений не будет. Не обязательно, что это нужно в нашей жизни. Может быть, мы и без этого будем вполне счастливы. Понимаете? То есть это не главное в отношении. Такое решение надо себе принять. Очень важный момент. Потому что знайте, что этот момент у всех отваливается постепенно. Ну, то есть не будет сто процентов, что у вас всю жизнь будет вот это вот счастье в этих отношениях. Оно заканчивается. В какой-то момент всё заканчивается. Даже если мёд самый вкусный есть, который тебе больше нравится, тоже надоедает в какой-то момент. Всё надоедает в этом мире, понимаете? Квартира, самый лучший у тебя квартир, тоже надоедает. Курорт самый лучший есть, тоже надоедает. Всё, приехал в третий раз, уже чуть не самый лучший, уже всё. Поэтому надо как-то понять, что это не самое главное в жизни. Потому что люди сильно на этом помешаны, как бы думают, о, вот всё это самое важное. Нужно понять, что это не самое важное. Есть вещи, которые счастья больше приносят в жизни. Из-за этих пяти минут всю жизнь портить. Лучше как-то принять другое решение в жизни. Ну и вот дальше уже, когда это всё принял, вот эти все вот вехи прошёл. То есть мы должны быть вместе, понять, почему мы должны быть вместе. Человек — это моя судьба. Дальше правила. Я движусь к любви настоящей. Не хочу просто балдеть рядом с человеком. Не надо развивать отношения. Понять, что такое самопожертвование, что я должен отдать для него. Чтобы благодарность пришла. Дальше. Следующий этап — это поставить эти высокие чувства к человеку выше, чем низменные. То есть даже если вдруг низменные ослабеют в нашей жизни. Или вообще как бы их не будет хорошего, ничего там. Я всё равно как бы остаётся человеком. Я не буду искать себе дальше вот этого балдежа. Ну как бы выбор не буду делать в сторону там этих всех инстинктов, которые приносят большое счастье. А буду счастье глубокому стремиться в отношениях. Ну и дальше, если ты все эти решения принял, смотри внимательно. Смотри на человека, на себя. Ищи те слабые звенья. Где трещина? Она есть обязательно у каждого человека в отношении. В каждой семье есть небольшая трещинка. Ищите её. Смотрите, ищите. Найдёте — латайте дырочку. Всё. То есть лучше на этапе, когда всё начинается. Молитесь, смотрите, наблюдайте за близким человеком. За собой. Что не так? Куда меня потянуло? Куда его потянуло? Что-то не так развивается. Никогда не оставляйтесь надолго, не рядом. Поехал в длительную командировку — неблагоприятно. Звоните ему, пишите. Не отпускайте человека. Не дайте ему там забыться в этой командировке. Включение к сладкой жизни есть у каждого человека в сердце. Каждый человек подвержен этому, даже самый хороший. Поэтому никогда не нужно терять контакт.